Каким образом? Они искали встреч с Эрмитажем? Нет, просто пришла одна дама и предложила купить немецкий альбом, который у нее был дома. И мы, когда открыли и увидели эти картинки немецкие, мы поняли, что это выставка. Потому что это вещи, которые никто никогда не видел. Мы, может быть, видели, но очень немногие. И мы ничего об этом не знаем. Поэтому ключ была куплена, и к ней стали подтягиваться экспонаты. Потому что поставлять только немецкий взгляд, это странно и обидно. Значит, нужно показать взгляд их и взгляд наш на одну и ту же тему. Болезненную и для них, и для нас. И всегда во все времена. Вот это мы сделали. А дальше пришли к нам листовки немецкие и советские. Пришел человек и подарил нам это. Человек подарил нам календарь немецкий, который был издан на оккупированной территории. Вот получилась немецкая часть. А дальше уже мы подтягивали из наших собраний, из архива, из библиотеки, из западного отдела, из отдела рисунков. Подтягивали вещи, которые противовесы по нашу сторону линии фронта. Вот так получилась выставка. И да, то есть это такая нестандартная, потому что мы обычно всегда только один взгляд. И совершенно трудно встать на точку зрения. Очень трудно. До сих пор трудно. Я вот перед тем, как сюда прийти, прочитала несколько страниц воспоминаний Никулина. И он там пишет и об изнасилованиях немецких девушек, и о маршале Жукове и так далее. И понятно, почему он долго раздумывал, прежде чем опубликовать эту книгу. Нужна была определенная смелость, истечение обстоятельств, изменение взгляда на историю. Но я подумала, что вот если бы я прошла и видела все эти ужасы, которые были и вот в моей семье и так далее, а потом бы ко мне вот там вот стали говорить, что вот, изнасиловали немку и так далее, и так далее. Ну, не знаю, как бы я вот в то время все это вот... Это очень трудная тема. Она была трудная тогда, и она до сих пор трудная. И вот он пишет, как они были пьяные в буквальном смысле, пьяные от победы, пьяные, и что... Потому что нужно было сбросить вот это напряжение. И как не учитывать вот это вот психологическое состояние. Поэтому тут... Ну, об этом и не говорили, а все понятно. Жизнь и жизнь, события происходят. Это было всегда во все сражения, во все... Когда занимали город, то город давали на водку. Это было всегда. Да, господи, что тут... А потом можно все это перекрасить, как угодно раскрасить и говорить о зверствах. И так далее. Ну, вот ухоженные садики, они пишут о том, что там... Когда они брали это вот... Они видели, что у нас, и видели вот эти ухоженные садики. Я была некоторая... Злость поднималась от этого. Естественно. Конечно, конечно. Это была ненависть, что не генетическая. Я бы не перешивить это ненависть. Да. Со всех сторон. Нет, мы стараемся, конечно, быть, как сейчас говорят, толерантными. Мы стараемся с пониманием относиться с высоты прошедших. Но мы только что... Но это очень... Ты недавно видели толерантность, которая довела до абсурда с этим негром вот эта вся ситуация. Это тоже же какая-то немыслимая совершенно вещь. Поэтому где-то... Однако же, имея все блокадные корни, потому что у меня все блокадники, папа на Латке, мама здесь. И когда я слышу немецкую речь, я жделась в 50-м году, но когда я слышу немецкую речь, у меня все-то опорчится внутри. Понимаете? То есть это в крайней мере даже. Ничего не поделаешь. Наверное. Но это наше. Мы с этим живем и будем жить дальше. И передаем это поколению другим. Конечно. Ничего не сделать. Спасибо вам за выставку. Спасибо, что пришли к нам и расскажете об этом все. Постараемся. Спасибо. Спасибо.